вот этот именно 728 оушен драйв сюда заходил тони монтана фильме лицо со шрамом вот так вот и вон локация где все фотографируются вывеска майами бич вот вблизи дом versace а вот такой вот бутик для киркорова он наверно тут скупается вся петушиная одежда тут а вот масянчики идут красивые ты-ты-ты-ты ламборджини ламборгини хай гай здравия всем с вами влад мадис и вот мы в на майами бич оушен драйв кто еще не подписался на мой канал сделайте это прямо сейчас нажмите на колокольчик готовы окунуться в мир приключения пляжа майами и так поехали вообще вид шикарный пляж майами бич побережье флориды и флориды кто как говорится а вон и будки спасателей обратите внимание они все разного цвета он следующая будка оранжевая это вот зеленая так голубая вдалеке потом опять идет зеленая потом оранжевая короче все они разноцветные еще раз давайте сниму вам вход на пляж вот машинка едет служителей пляжа оушен рэскю помощники пляжные так что наконец-то на четвертый день отдыха в майами мы добрались на ocean drive на майами бич то самое место где снималось очень очень много фильмов оушен драйв вообще такое место бомбическое потому что там и дом дольче габбана и снимался фильм один из самых моих любимых гангстерских сальпачино лицо со шрамом и много всего другого вну жить там я не рекомендую потому что очень шумно громко одни тусовки пьяная молодежь на выходные вообще нереально там выспаться только тусить тусить и тусить поэтому мы приехали на оушен драйв на майами бич именно в понедельник с утра вот такую вот разборную палатку я купил на амазоне за 30 долларов она вот собирается вот в такой вот маленький чехол вот он и вот ты ее собрал и 4 человека спокойно помещаются в эту палатку и могут отдыхать и не печься на солнышке и не нужны какие-то зонтики или еще что-то а он в воде на пляже стоит какой-то чувак что-то ищет проверяет видимо дно чтобы не было камушков ракушек острова ничего чтобы люди не порезали не поранили себе ноги одним словом сервис в общем ребят с погодой сегодня повезло потому что пасмурно немножко это круто потому что мы сгорели как не знаю кто за несколько дней у бассейна у меня шикарный маечный загар в стиле майки то есть у меня майка белая на теле руки и вот тут вот все красное обожженное поэтому погоде я очень рад а вообще очень прикольно и круто сейчас покажу поблизости вам спасательную будку вот вам вблизи спасательная будка спасателей пляжа майами бич почти как спасатели молибуд только спасатели майами видите и вдалеке идет construction стройка строят что-то вон на люльках строительных испанцы делают ремонты так что пока так вот она прозрачная водичка пляжа майами бич рядом с олсен драйв красота люди плавают очень мало людей на пляже классно просто супер ребят смотрите вон сидят попугаи на пальмах и чирик чирикают зеленые попугаи на олсен драйв вон они улетели он сидит вот раз два вот это все попугаи все отели в одном стиле уже очень многие рассказывали я тоже расскажу тут действует такой закон что нельзя сильно модернизировать и делать супер модными гламурными отеля они должны быть выдержаны в одном стиле таком как были много лет назад небольшой дождик все равно это никого не пугает это грубо говоря летний дождь хоть сейчас и не лето все сидят заведениях кушают мороженое пьют коктейли а мы пешие туристы вот мы вышли в dead end тупик вот едут какие-то челики маньяныч и работающий тут я иду снимаю свой контент для тебя мой зритель под дождем на олсен драйв на майами бич да вот так вот а дождь все усиливается и усиливается это летний дождь зато нету жары вот вам бентли кто хочет жить бентли милости просим дальше фритц дальше барбизон короче одна красота на другой и вон локация где все фотографируются вывеска майами бич и мы не исключение мы тоже сфотографируемся короче ребята вот такая вот красота на олсен драйв куча блатных отелей козырных куча крутых людей красивые пальмы красивые вывески ну что ребята продолжаем наше турне просто показываю вам олсен драйв краб снег видите дождик все-таки прогнал всех с улицы но не полностью всех он спортсмены там занимаются на площадке им кофиг дождь не дождь а тренировка превыше всего а вообще в принципе я рад что такая погода не жарко папа а вот у кого-то шорты висят на втором этаже в отеле а а вон парк централ альма кубана мохитобар видите все прячется под зонтиками majestic авалон все что вижу читаю и комментирую в основном все проезжают мимо так что тут еще у нас есть авалон мы видели бекон хотел говорят цены в этих отелях дорогие потому что первая линия у моря море у океана и везде вывески вдоль аллеи о шамжай а вон стоит суперкар напротив cvs cvs кто не знает это аптека фармаси ребята вот это вот локация за мной тут именно снимался фильм лицо со шрамом тут ходил аль пачино тони монтана этом знаменитом гангстерском фильме вот вам эта локация которую вы можете увидеть фильме который я вам сейчас назвал повторюсь лицо со шрамом прямо в стиле какого-то дон корлеоновского дома отель блин как будто сидит дон корлеона и курить сигару и приказы отдает или пабло исковар а вот и часы майами бич они показывают температуру в фаренгейтах дату вот такие вот часы а а вон какая-то тусовка о сейчас будут видимо о видите транс пойду покажу вам транса а вот ребята и тот самый знаменитый дом джанни версачи которые вам рассказывают все возле которого фотографируются все и я решил тоже показать его в своем видосе вот так вот самый знаменитый дом на этой улице так что вот такие вот дела в общем вот такая вот улица ocean drive вот такие вот всякие отели принципе ничего особенного выглядят как какие-то пансионаты принципе как в одессе или там затоки с чем вот я могу сравнить но зато тут космические цены это не одесса это майами а при должном вложении денег из одессы мамы тоже можно сделать майами ничуть не хуже чем ocean drive и менталитет там будет наш славянский и конечно же куда без миами дабл декер это туристический автобус со вторым этажом без крыши ау-ау кавалеры ордена святого георга тут живут наверно чуть-чуть осталось вон уже в конце конец оушен драйв и еще раз эту сторону с пальмами покажу вам красиво очень красиво а по красота и вот решил прогуляться по другой стороне показать вам что тут происходит какие магазины если получится показать цены покажу и цены так почем шляпа у нас шляпа у нас без сценика цены придумывают на ходу видимо от того как выглядит турист если выглядит дорого цена дороже плохо цена дешевле вот он магазинчик со всяким ширпотребом с кепками по можно купить очки за 17 баксов так что тут еще у нас водичка он рубашки 24 доллара вот кепки от магнитики от не магнитики брелки по 11 долларов а вот кепочки по футболки по 10 долларов майами бич можно купить принципе цены недорогие и ламу велкам что тут еще у нас есть шляпы по 25 долларов 50-процентной скидкой принципе неплохие цены облак так выходим идем дальше ложь во влага это неплохо я сказал albi back чтобы ну люди меня не наругали за то что я вел съемку вот так вот все сидят кафешка а вот еще магазинчик на ocean drive сейчас зайдем посмотрим что там есть стайл все для серфа заколочки кепки магнитики магнитики три на 13 долларов можно взять майами можно купить себе такие вот номера майами бич флорида как сувенир за 13 долларов майки 2 за 28 долларов а еще баклажки с водой по 15 и такие вот футболки 2 за 18 1 за 10 это без такса еще добавляйте такс там где-то в районе доллара наверное на десятки будет так принципе прикольно посмотрим что тут за футболки почем они прикольные майки майами бич по 10 долларов принципе цены хорошие в основном весь персонал весь персонал говорит на испанском везде испанская речь и рабочие заведений тоже одни маньяны не испанцы поэтому очень заметил что во многих районах особенно там маленькая гавана и так далее вообще не разговаривают на английском спрашиваешь они дупля не отбивают что происходит только на испанском как и в нью-йорке тоже проблема есть когда куда-то устраиваешься на работу особенно в сфере констракшена в сфере строительства надо знать испанский потому что в основном 90 процентов персонала одни латиноамериканцы испанцы и нужно учить этот язык даже рук руководство фирм директора изучают испанский чтобы понимать персонал вот так вот идет дождик светит солнце но это не мешает вести съемку так вот такие вот чуваки кушают мороженое и все самое интересное по большей части приветливые это мне нравится что улыбаются не хмурые офигли им хмурится живут в раю вот и у него не унывают что тут унывать а наш брат живет непонятно где непонятно как это не унывает вблизи дом versace а вот масянчики идут красивые да вот такие вот бывают персонажи в майами очень много силиконовых девушек и колоритных персонажей вот самое тусовочное место тут всем весело потому что все под бухенькие и тот шао трансвеститов кто любит приходите милости просят полос такие дела происходят в полосе тоже место с музычкой такое колоритное приветливые девушки на входе стоят зазывают зазывалки чтобы пришли под маньянскую музыку посидели попили коктейльчики астрономическим ценам это я понимаю контент с веселыми персонажами девушками майами а вот такой вот бутик для киркорова он наверно тут скупается вся петушиная одежда тут это да опа и еще очередное шоу девушка красивая стоит мама сита вот такое вот заведение с мама ситами красота бутики гучий картье налетай ведро 10 долларов короче вот так вот гуляешь общаешься с красивыми девушками они тебя все зазывают во все заведения все это рассчитано на подвыпитых мужичков которые идут опа красавица сказала high are you и значит заходишь и оставляешь ей большие чаевые вот так это все и работает продолжаем прогуливаться снимаем все что видим вон там такой челик идет шапки поет песни это я понимаю веселый счастливый и не париться ни за что вот еще хороший automobile дочь красивый цвет так что тут еще дальше тоже девушка стоит hello how are you кольцом в носу да начинаешь по-другому относиться к фразе которую слышал в детстве даже жить красиво и хорошо как белые люди ну знаете хочу сказать я смотрю как черные люди живут и хочу сказать белые люди очень многие живут намного хуже чем черные люди вот так вот так что эта фраза больше не актуально а вон очень даже интересный человек один и другой видите раскрашенные один в белом и другой в голубом и и девушки продолжаем идти дальше и смотреть что тут происходит люди готовы сниматься люди жизнерадостные находясь в таком месте надо быть сволочью чтобы быть не жизнерадостным поэтому всей жизнерадостно и прощай а до свидания мы говорим оушендрайв до свидания потому что мы планируем еще когда-нибудь старости вернуться сюда и посмотреть что изменилось ребят мы сейчас едем по коллинз и это параллельная линия вторая линия от океана тут тоже бутики ресторанчики и так далее и тому подобное и дождь ребят смотрите если вы не хотите чтобы было так шумно экономней не столь много тусовки то вот как раз можно жить тут коллинз авеню она рядышком с оушендрайв но не первая линия уже естественно цены в разы дешевле и нету такого движения к все равно видите на всяких с обеих сторон улицы кафешки ресторанчики но нету уже этих зазывал супер сексе красивых девочек которые тебя затягивают фактически насильно за руку в ресторан нету колоритных таких персонажей тут уже можно жить поспокойней до семейный отдых как дополняет моя несменная соведущая наталья матис вот так вот а если вы еще не подписались на мой канал american boy то время это сделать прямо сейчас потому что кто подпишется прям сейчас у него будет 7 лет счастья да ребята обратите внимание какие тут дорогие отели ау и вау прямо сразу одновременно не для нищебродов а для любителей лакшери life style что ребят я надеюсь что это видео из серии цикла роликов про майами вам понравилось если да то ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видосами потому что вы помните я подружу вас с америкой до новых встреч всем пока